Живопись, графика, скульптура, текстиль и декоративно-прикладное искусство – все это о них, выпускниках бывшего Витебского государственного педагогического университета, а с 2003 года университета имени Машерова. Это первая выставка, которая объединяет творческих людей разных поколений, но единых духом и общим художественным началом. Единственная выставка, которая посвящена закрытию Унависа, это учредители новой художественной школы в изобразительном искусстве в Витебске, когда собрались Марк Шагал, Казимир Малевич, Лисицкий, когда вот мэтры в мировом искусстве, они собираются, создают школу. Эта школа существует, это новое искусство, оно существует считанные годы, очень малый срок, и они разлетаются. Продолжают дело великих художников-худграфовцы, воспитанники новой Витебской художественной школы. В экспозиции работы 27 выпускников художников-педагогов, которые после своей «Альмаматор» приехали в Брест, чтобы творить. Среди них Александр Алонцев, Виктор Михайло, Инна Денищик, Игорь Сковородко и другие. Все они своим творчеством создают уже Брестскую художественную школу в широком смысле. А в буквальном такое учреждение образования создал Александр Алонцев, учителем которого был Феликс Гумен, выдающийся акварелист. Произведение мастера, который положил начало профессиональному художественному образованию в Бресте, в центре экспозиции. Рядом с ним картины педагогов, известной в областном центре 10-й школы с художественным уклоном Виктора Михайлова и Василия Логвина. Все очень талантливые люди. Они не только прекрасные художники, но они и кузнецы душ человеческих, воспитатели нашего поколения, молодых художников, которые после художественной школы вышли уже и стали прекрасными художниками. Такие разные и такие одинаковые выпускники Витебского худграфа здесь, на Брестской земле, показали, что традиции их учителей живы, как жива любовь к искусству и творчеству.